Разработаны в соответствии с методическими рекомендациями Минстроя России, новые правила значительно увеличились в объеме с 45 до 212 страниц. В проекте сформулированы общие требования к объектам благоустройства с учетом новых нормативно-правовых документов, которые теперь объединены в разделы, всего их 10. Это уборка городских территорий, содержание пляжей, кладбищ, ливневых канализаций, подъездов, домов, автостоянок, требования к спортивным детским площадкам и зеленым насаждениям. Есть и отдельный раздел праздничного оформления объектов торговли. Старые правила были у нас приняты в 2009 году. За это время очень много, как в таких случаях говорят, утекло воды, сильно изменилось законодательство, нормативно-правовые акты, это СНИП и САНПИНы, они все поменялись. Поэтому это все, эти правила были приведены в соответствии с действующими нормативно-правыми законодательными актами Российской Федерации. Правила благоустройства санитарного содержания территории Сочи в новой редакции уже прошли все процедуры обсуждения на заседаниях профильных комитетов и общественных слушаниях. Принять новые правила необходимо до 1 ноября, и сегодня проект был вынесен для утверждения на сессию с учетом двух поправок. В частности, замечания коснулись заключительного 10-го раздела о правилах благоустройства города и наказаний за их невыполнение. Этот пункт будет доработан в ходе заседаний профильных комитетов в ближайшие две недели. То есть, четко и понятно для каждого жителя нашего города, что необходимо делать для благоустройства своей территории. Ну и главный вопрос, который мы почему-то в оперативном, для того, чтобы наш город вошел в федеральную программу о комфортной городской среде, которую мы планируем получить в городской бюджет в следующем году около 300 миллионов рублей. Федеральная программа рассчитана на пять лет. В окончательной редакции депутаты утвердят правила на очередной сессии. Контролировать выполнение этих правил будет управление административной инспекцией.